Есть одна очень большая проблема, в которую кафедра могла бы вмешаться. Все студенты очень мало работают. В принципе, они очень мало работают. Им надо выезжать на съемки, им надо работать на каналах, на любых. Пусть даже бесплатно практиковаться за маленькие деньги, делать свои каналы в Ютьюбе. Но делать, 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 делать. Иначе это все бесполезно. Пока вы не набьете руку, я могу объяснять все, что угодно своим студентам. Но когда они со мной приходят на интервью с Додиным, предположим, я их приглашаю, или с Басилашвили, они сидят и учатся на месте, как надо работать. И поэтому все преподаватели, ну кто практикующий, конечно, они должны студентов максимально звать туда, где работают сами. Я вообще себя там чувствую здесь, то ли самозванцем, то ли казачком засланным, потому что я на факультете не учился, тем более на кафедре не учился, образование у меня техническое из ЛТИ. Но тем не менее я стал журналистом. А журналистику меня затянул и обучал человек, у которого один из жизненных принципов был, что на факультете журналистики журналистов выучить невозможно. Журналистами могут стать только люди, имеющие некую другую профессию и какой-то жизненный опыт. Ну, поэтому я, собственно говоря, учу тому, что я сам как-то на практике попробовал. Вообще, мое первое пришествие сюда случилось в конце 90-х, когда я Владимиру Георгиевичу Осинскому. И, кстати, я до сих пор, когда вижу в телевизоре, например, одну из своих студенток, Катю Мельниченко, ну, вот так приятно, такая, так сказать, хорошая журналистка получилась. Неужели я тоже чуть-чуть ей дал? Но если мы переходим к практике, то мне кажется, что одна из больших проблем сегодняшних студентов, это то, что у них отсутствует какой-то драйв. Просто делать, потому что это интересно. Вот немножко не хватает вот этого. Я пытаюсь заразить их этим драйвом, я пытаюсь вытащить их на то, что пишите то, что хотите. Они делают то, что нужно, чтобы отчитаться, получить зачет. И это, мне кажется, большая проблема. И еще, уровень студентов, приходящих, общий образовательный уровень, то, что они знают, то, что в их бэкграунде, мне кажется, тоже для журналиста низкий. Вот я не знаю, может ли это факультет сделать, чтобы общий уровень, так сказать, образованности, эрудиции поднять. Я знаю, кто это может сделать. Это Александр Алексеевич Пронин, мы на него досмотрели. Да, профессор Пронин, вы можете прокомментировать? Профессор Пронин, вы можете поднять интеллектуальный уровень? Вопрос в лоб, конечно, могу, разумеется. Пытаюсь это делать, как только у меня получается. Я тоже не выпускник. Сейчас все будут отказываться, да? Да, да. А мы не собирались не выпускников, мы собирали именно преподавателей. Ну, работаю уже 17 лет здесь, и я, честно говоря, не считаю, что уровень тех, кто к нам приходит сейчас, ниже того, чем который был тогда, когда я начинал. Он просто другой. У них действительно другой бэкграунд, у них другие возможности сейчас. И в этом, вот в плане того, можно ли поднять вот эти самые их исходные позиции по части общих знаний, какой-то культуры. Я, с вашего позволения, тоже вспомню, хоть память моя и такая короткая по сравнению со многими другими, что касается кафедры и факультета. В свое время, вот Виталий Федорович не даст соврать, у нас была очень, мне кажется, хорошая практика. Вот Геннадий Николаевич Петров, да, Петров, Пронин и Познин. Мы, была так называемая тематическая специализация на, да, и вот мы им поднимали этот уровень. Геннадий Николаевич водил их в театры. Виталий Федорович в музее, где рассказывал и показывал живопись и все остальное. Я, по мере своих возможностей, знакомил их, хотя я филолог по специальности, с естественно научными музеями, которых в Петербурге много и которых они не знают вообще никак. Даже в музее связи многие никогда не бывали, что, в общем, постыдно, как мне кажется. И вот тогда эффект был, конечно, совершенно очевидный, потому что мы не сидели на факультете. Почти все наши занятия проходили где-то в других местах, в театрах, да, в музеях с многочисленными показами. И это, безусловно, вот этой задачей отвечало подъема какого-то уровня. Добавлю пару вопросов. Они благодарны до сих пор, потому что год назад мне позвонила девушка, которая закончила ГУЗО, мы с ней встретились, и она самая теплая слова сказала, значит, вот об этом курсе, который был тогда. Ну, это вот один из способов уже взгляда в будущее, что можно сделать, потому что, да, конечно, техника хорошо, освоение каких-то инструментариев, процессов и так далее, это важно, но не может быть хорошего журналиста, если у него нет личности, достаточно такой уже сформировавшейся, и культура, конечно, должна в этом смысле подниматься. Но, к сожалению, пока я не вижу движения к этому, исходя из учебных планов, из того, что сейчас есть. А вот гоняться за тем, чтобы опередить их собственные студенческие знания, девайсов, каких-то новых там, не знаю, программ, софта и всего прочего, это совершенно бессмысленное и бесперспективное дело, потому что они все равно будут впереди нас. А вот дать им возможности увидеть мир с какой-то другой стороны, под светом тех знаний, которые есть у всех нас в силу возраста, образования и прочего, это да, это было бы, конечно, возможно, и, к сожалению, мы сейчас это выполняем только на уровне личных контактов каких-то. И помимо учебных занятий, вот Иннокентий говорил о том, что вот у него, например, студенты работают в его процессе, я вот сейчас снимаю там документальный фильм, ну, в качестве сценариста у меня магистранты узнают, что такое астрономия, потому что мы снимаем фильм об астрономии. Они не знают строения Вселенной, даже вообще не представляют себе, что это такое, потому что у них не было в школе астрономии. Но они знают, что Земля вращается вокруг Солнца? Это вот, знаете, далеко не все. Далеко не все. Наше будущее в этом отношении, конечно, довольно сложное, переоценивать возможности трудно, но я думаю, что кафедра, тем не менее, должна справиться. Разница знаний между студентами и преподавателями, конечно, велика. Кругозор совершенно разный, но мне очень понравилась мысль, которую мне в интервью высказал Додин, что мы, преподаватели старшего поколения, мы стесняемся требовать от тех, кого учим, чтобы они учили и получали эти знания. Мы стесняемся. Вот у нас про драйв. Есть человек, у которого этого драйва хоть отбавляю. У нас Марина Игоревна Маевская... Затеяла. Столько всегда затевает интересного со студентами. Вот как бы вы отреагировали на такой посыл Александра Евгеньевича, который говорит, что нет драйва у студентов? Он просто с китайцами не работал. У меня в группе... Так получилось у меня в группе. Сейчас я скажу. Ундермайн Эрденцогт Монголия, Оу Цэ Джу Китаец и Тху Флонг Вьетнам. Вот, знаете, хочу сказать, что мне повезло, потому что на самом деле от этих ребят как раз идет не только драйв, но и такое желание учиться, и такая исполнительская дисциплина, и такой креатив, что, в принципе, я очень рада. Сначала, знаете, все преподаватели же пугаются, потому что языковые барьеры там и прочее. Языковой барьер есть, и поэтому мы сочинили такой формат, когда наши новости выходят на двух языках. То есть читает по-русски подводки девочка, и рядом стоит или Ундерма, или Цэ Джу, или Флонг, моя любимая вьетнамка. И они по-вьетнамски, по-монгольски, по-китайски переводят эти подводки. А на сюжетах у нас идут субсидеры, которые ребята сами тоже делают, сами набиваются, соответственно, на этих языках. Но мы же должны в этой ситуации, раз мы живем, у нас много иностранных студентов, да, и им тоже нужно давать навыки работать на камеру и прочее, и прочее. И мы не можем их учить русскому языку, это как бы другая, не наша специальность. Но они на родном тогда работают, но они у меня уже и закадровые тексты пишут на русском, и озвучивают тоже уже на русском. И вот этот их необыкновенный акцент, он даже как-то, мне кажется, украшает. Летом, когда была практика, и вот все китайские, монгольские, вьетнамские студенты были распределены в медиа-центр, а поскольку я отвечаю за практику, и вот тогда я тоже ломала голову, думаю, что делать-то. И тогда мы с одним из сотрудников медиа-центра решили, что давайте мы сделаем их, объединим всех, и все наши азиаты будут работать на одну программу. Ну, первоначально там мы придумали немножко другое название, но в результате родилось такое название «Азиатский дневник». Как сами азиатские студенты воспринимают Петербург, русских, как они тут живут, да, как они тут адаптируются. О, классные часы, выкрутят очень старыми. Откуда они у тебя? Вчера на блошином рынке купила. Что за рынок? Где это находится? Ты что, не знаешь? Нет вообще. В Петербурге работает один из крупнейших блошинных рынков Европы. Вау. Это просто настоящая сокровищница для всех любителей антиквариата. О, я хочу туда садить. Давайте и вам что-нибудь подберем. Давай. Те, кто хочет получить знания, они получат. Те, кто хотят получить только корку дипломную, значит, они будут заниматься только этим и их не раскачать. Игорь, спеши учебный план, пришли нам. Я думаю, это оптимальный выход из этой ситуации. Ноу-хау. Вы знаете, у меня такое ощущение, что мы уже теперь перешли от записи программы на М-50 к такому расширенному научно-методическому семинару. А есть ли жизнь после 50-ти? Да, есть ли жизнь после 50-ти? Мы невольно, не объявляя перехода, перешли к будущему и получили домашнее задание на ближайшие 50 лет. Всегда получается, что о прошлом гораздо больше, чем о будущем. Но в данном случае, по-моему, мы сегодня уравновесили. Но это не значит, что и у будущего меньше, чем прошлого. Да, но в принципе, в принципе, вот то, что мы сегодня с вами обсудили, мне кажется, что это такой развернутый сценарий. Хотя, конечно, прежде чем написать сценарий, надо писать синопсис. Но синопсис всегда бывает, к сожалению, короче. Но сценарий еще, значит, и нам предстоит. Предстоит, предстоит. Марина Александровна, ваше слово. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо. Спасибо. Мы очень рады были вас всех видеть. Это чертовски невероятно приятно пообщаться и собираться в такой компании. Чаще надо встречаться. Точка. И 50 лет нашей кафедре. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...